Хорошо, если вспоминать историю, какие самые сложные были для вас выборы, ну вот с точки зрения организации? Самые сложные выборы, это, конечно, выборы губернатора. Какие? Какого года? У нас были первые выборы в 95-м году, в 99-м, вот три раза мы проводили выборы губернатора, последний раз в 2003-м году, каждый раз эти выборы проходили в два тура, и не в каждом субъекте Российской Федерации такое было, и всякий раз избирали одного и того же, но тем не менее, каждый раз было два тура. То есть, компании были достаточно сложные, напряженные, очень ответственные, и важно было, конечно, сделать все таким образом, чтобы сомнений в достоверности результатов не было ни у кого. Слушайте, ну вот за последние выборы, помните, вас ругали Инна Боева, она сейчас на ИТВ, кстати, ведущая, снимала сюжет о том, как ходят мужчины, и без открепительных удостоверений, вы, кажется, их тогда и отменили, человек на нескольких участках несколько раз голосует. Значит, такой случай был не на выборах губернатора, это был один раз. Сентябрь 2003-го, сюжет можем найти. Причем это было где-то в окрестностях Екатеринбурга, был такой один случай, организованный специально. Это было, я прекрасно помню. Но мы-то речь вели тогда совершенно о другом. Во-первых, никаких открепительных удостоверений мы не отменяли. А мы речь вели о том, что гражданин при определенных условиях может проголосовать не по месту своего жительства, но при наличии определенных условий. То есть избирательные комиссии были ориентированы на то, чтобы гражданин обязательно проголосовал. А то, что найдется недобросовестный человек, который будет устраивать, по сути дела, провокацию, то, простите, на это, естественно, никто не рассчитывал и не ориентировал избирательные комиссии на то, чтобы таким провокациям удовлетворять. Хотя такая попытка была. Почему провокация? Если вспоминать тот сюжет, это была вам просто помощь, помощь избирательной комиссии? Да никакой помощи не было. Это было организовано специально. Я прекрасно помню, как это было. Хорошо. Как таким образом должны журналисты работать во время выборов? У нас профессия такая. Мы и систему должны проверять, как она работает, искать ее недостатки. С точки зрения организации проведения выборов, по сути, одна. Мы должны сделать так, чтобы гражданин был хорошо проинформирован и осознанно принимал участие в голосовании. Правильно? Нет. У журналистов есть задача рассказывать людям правду. Никаких других обязанностей у журналистов нет. И никакая такая цель у нас не стоит. А я об этом и говорю. То есть мы людям говорим правду, они анализируют эту информацию, оценивают со своей точки зрения и, имея знание о том, что происходит, осознанно принимают решение, я участвую в голосовании или нет. Если я участвую, то я осознанно делаю свой выбор. Сам. Но осознанно. Владея информацией. Информацию доводите вы, доводите, как вы правильно сказали, правдивую, неискаженную. Избирательные комиссии преследуют такую же цель. Они должны сделать все для того, чтобы гражданин имел возможность проголосовать. То есть тоже имел информацию, которую распространяют комиссии официально, как избирательные органы. Они, согласно закону, должны рассказывать то-то, то-то и то-то. Там прямо записано. Не допуская никакой агитации в пользу того или другого. А гражданин уже сам решает, получив эту информацию. В том числе и о правилах голосования. Это наша функция, которую мы реализуем самостоятельно, либо с вашим участием. То есть с вашей помощью. Вы доводите то, что мы рассказываем. О правилах голосования. И в этом смысле, я повторю еще раз, мы едины и можем выступать только как партнеры. Так, а если журналист в чем-то сомневается или хочет проверить на прочность эту систему, это все, это провокация? Нет, почему? Если это организуется для того, чтобы сказать, что вот мы, пожалуйста, привезли одного и того же, он здесь проголосовал, потом повезли туда и он там проголосовал. Но там-то он, по сути, обманул избирательную комиссию. Ведь он уже один раз проголосовал. Вот в этом смысле, я говорю, что это провокация, не говоря уже о других нравственных оценках такого поступка. Хорошо, но все равно это выглядит и в памяти осталось так, что вы не очень хорошо относитесь к журналистам. А еще до этого, году в 2003, в начале 2000-х, вы говорили про то, что политконсультанты не очень полезные существа. Вы как-то поменяли свое мнение по отношению к политтехнологам, политконсультантам? Значит, то, что они, как-то такие существа, такого я никогда не говорил. Я говорил, что есть специалисты или консультанты, которые не вполне профессионально решают те вопросы, которые им поручаются. Это да, это могло быть. Ну, это есть в любой профессии. Есть специалисты высокого уровня, есть те, которые не вполне справляются с своими обязанностями. Это обычное дело. Хорошо. Если оценивать большие выборы, которые происходили в нашей стране и неподалеку в последние годы, наверное, самая известная компания, которая войдет в историю, это Крымский референдум и то, что происходило на юго-востоке Украины, и там вот длящаяся история с республиками, которые провели референдумы о независимости. Вы как профессионал в избирательном деле, как бы их оценили? Ну, что касается референдума, который прошел в Крыму, я считаю, что там была проведена просто уникальная работа. За столь короткий срок подготовить и провести референдум с такой явкой и с такими результатами, это, конечно, достижение без всяких. Вы бы так смогли? Ну, я не думаю, что мы бы не смогли. Я прекрасно помню референдум, который проводился в 1993 году. Там было с октября до декабря, до декабря всего два месяца. Причем в условиях острейшего противоборства внутри нашей страны, которое завершилось, как все помнят, обстрелом Белого дома. Вот. Поэтому там была не менее сложная обстановка, не менее непредсказуема. Тем не менее, я думаю, что многие помнят, что всенародное голосование по принятию Конституции и параллельные выборы депутатов Государственной Думы и депутатов Совета Федерации, если говорить о Государственной Думе, и закончились первые и последние победы ЛДПР. Она заняла там первое место. И никто не говорил, что кто-то плохо посчитал. Ну, а позиция, когда побеждала, никогда не было никаких претензий? Ну, пожалуйста, я вам приведу пример. Того же 2011 года на выбор в Государственную Думу в нашей области Единая Россия получила чуть больше 30%. Чуть-чуть больше 30%. В Екатеринбурге, кажется... Хотя в ходе избирательной кампании представители целого ряда партии выступали с резкой критикой, говорили, что вот тут что-то такое произойдет. Или возьмем те же выборы 2010 года, областную Думу, законодательное собрание. Это еще было двухполатное законодательное собрание, когда, значит, в январе и феврале месяце при руководителе ряда региональных отделений выступали тоже с претензиями и говорили, что вот, значит, голосование пройдет в пользу одной партии. И когда закончилось голосование, были объявлены результаты, все сказали, что мы систему избирательной комиссии можем только поблагодарить за честные выборы. Хорошо. В Екатеринбурге в ближайшие годы, если не будет муниципальной реформы, должны будут состояться выборы губернатора. Ну, то есть, все равно Евгений Владимирович досидит свой срок. Как Вы считаете, кто окажется менее подготовлен к выборам губернатора, политики или избирательной системы? Ну, что касается избирательной системы, я повторю еще раз, можно завтра собрать соответствующий представительный орган, который вправе и уполномочен принимать решение, я условно говорю, и назначить голосование, которое состоится в соответствии с законом, через определенные сроки, и выборы будут системой избирательной комиссии подготовлены. А вот что касается других участников избирательного процесса, прежде всего, конечно, это касается политических партий, как основных субъектов, которые, в частности, в нашей области, и обладают правом выдвигать кандидатов на должность губернатора Свердловской области, то это, конечно, будет большой вопрос с точки зрения их готовности. Хотя, с моей точки зрения, подготовка к очередным выборам должна начинаться на завтра, после тех выборов, которые состоялись. То, кто так не поступает, поступает неправильно. И в этом смысле, конечно, все должны готовиться постоянно к очередным, либо досрочным выборам в любые органы государственной власти. А что касается перспектив, то срок полномочий губернатора стекает в 2017 году, а выборы депутатов в законодательном собрании, депутатов в Государственной Думе в 2016 году. И что касается реформы местного самоправления, то вполне возможно, что в 2015 году пройдут выборы, связанные с этой реформой. Этого исключать тоже нельзя. Вот, учитывая все это, конечно, система избирательных комиссий должна постоянно готовить себя, то есть проводить систему мероприятий, для того, чтобы все уровни избирательных комиссий постоянно были в состоянии готовности к проведению таких кампаний. Спасибо большое. Это был Владимир Мастовщиков, бывший председатель областной избирательной комиссии Свердловской области. Субтитры подогнал «Симон»